С вами Риран и это дайджест Кипов новостей. Ребят, несмотря на то, что меня какое-то время не было с выпусками, не так-то много всего произошло. Тем не менее, есть всякие интересняхи, о которых я обязательно прямо сейчас вам расскажу. Отдельно хочу остановиться на группе Kingdom. Эти ребята, вы знаете, у меня даже им посвящен отдельный ролик с очень интересной вселенной, с исторической вселенной. И там присутствуют элементы фэнтези. Я, наверное, обязательно в описании оставлю ссылочку на ролик, где я подробнее рассказывала о творчестве этих ребят, которые, казалось бы, не так давно дебютировали, но уже успели выпустить 4 мини-альбома. И позже уже появились новости о том, что один из участников группы Чиу покинул группу. Да, я об этом ранее рассказывала, сейчас нам представили нового участника. Почему я считаю, что это необходимо? Потому что действительно там есть своя вселенная, которая рассчитана, там целая карта альбомов на 3 года вперед, все такое. И, в общем, там должно быть 7 человек, как они хотели, поэтому добавили еще одного мальчика. Зовут его Хвон, и уже опубликовали изначально его фотографию, после чего даже появился тизер, где его представили как раз таки в королевских одеяниях, если это можно так назвать. И вы знаете, это очень эффектно. Он станет королем Шторма. Клево, что его сделали не заменой Чиу, создали ему отдельную какую-то историю. Ну, это супер верное решение, на мой взгляд, добавляет, наоборот, какой-то интересняхи в их вселенную. Ребята в скором времени готовятся к камбэку, это будет уже их пятый мини-альбом. И он будет посвящен королю Луи, то есть королю красоты. Продолжается эпопея Дженни и Тэхён. Обозревали с вами уже в нескольких новостных выпусках. В одном из прошлых роликов, прям-таки конкретно, я остановилась. Вот сейчас еще больше всяких разных фотографий появилось в сети, ранее не опубликованных. И туда также входят фотографии девочек, например, Блэк Пинк, например, Джису. И при том, что на той фотографии она одета так, как она ранее вроде бы как нигде не появлялась. То есть даже скомпоновать фотографию из разных других фотографий и совсем поменять одежду, предугадав, что такой наряд у нее появится через несколько дней на ней, да, во время какой-то ее деятельности, достаточно сложно, поэтому я, конечно же, склоняюсь к мнению, что фотографии настоящие. Есть даже фоточка, где некто целует Дженни в лобби, предположительно Ким Тэхён, и, естественно, предположительно, что это Дженни, то есть, естественно, никаких официальных подтверждений этому нет. Люди по большей мере думают, что это взлом iCloud, что человек, который публикует эти фотографии, я его ранее упоминала, он не называет себя хакером, возможно, он заказал этот взлом. Естественно, всякие разные корейские СМИ обсуждают тему того, что грозит человеку, который этот взлом, собственно, совершил, но вместе с тем, для того, чтобы привлечь к ответственности, нужно прямое заявление со стороны артистов, потерпевших, да, от этой ситуации, если на фотографиях действительно они, и тем самым это будет признание того, что это на самом деле их фотографии. Всякие разные дискуссии ходят по поводу того, зачем молчат YG и Хай, почему они не опровергнут или не подтвердят. Плюс ко всему бытует такое мнение, что акции-то все равно падают, что вряд ли это можно использовать как какой-либо способ продвижения, черный пиар или еще что-то. Я в прошлый раз уже высказывала свое мнение, что есть не очень хорошая заварушка, связанная с возможной фальсификацией голосов на Music Bank. Там не замешаны конкретно никто из BTS или девочек из Blackpink. Тем не менее, там эта вся история может зацепить хайп, а учитывая последнее время плотное сотрудничество хайп и YG, они скорее партнеры, чем конкуренты, да. Поэтому все-таки мои подозрения, что может быть этот скандал с фотографиями, вся эта тягомотина, где нам не говорят ни да, ни нет, связана как раз таки с тем, что уводят немножечко внимания. Но опять же, в комментариях вы делились альтернативными всякими мнениями. Я считаю, что каждый из них имеет место быть. Вместе с тем, конечно же, по большей мере сейчас жалко самих артистов, которые вовлечены в это. С другой стороны, многие, анализируя фотографии, подмечая какие-то парные вещички, подмечая какие-то одинаковые локации, расписания, которые совпадают в одних и тех же городах, да странах, да, как будто бы артисты сами намекают на отношения, но в открытую сказать не могут, именно по причине того, что им нельзя. Еще один аргумент, почему YG и Hype молчат, это то, что у них разные политики относительно того, как реагировать в подобных ситуациях. И поскольку нет общего консенсуса, принято было решение вообще молчать и ничего по этому поводу не говорить. Более того, слиты фотографии, на которых, предположительно, Техен лежит в той же позе, как и котик лисы, например. Ну, в общем-то, я, наверное, фотографии повставляю. Это, я считаю, не столько, наверное, распространение мною информации, потому что этим и без того кишит интернет. Но если я в ролик это не добавлю, я знаю, что многие заинтересованы так или иначе, пойдут это гуглить и тем самым, наоборот, будут поднимать поисковые запросы в какие-либо тренды. Так что, ну, собственно, шило, наверное, в стоге сена не утаишь. И я думаю, что вы все видели уже эти фотографии. Словно, не так давно в сети появилось видео из аэропорта, где Дженни, по всей видимости, не очень себя хорошо чувствует и даже пытается то ли прикрыться телохранителем, прикрывает лицо рукой. Я посмотрела полностью этот ролик, и мне показалось, что в какой-то момент она вышла абсолютно нормально, даже брала какие-то письма или еще что-то. Но в какой-то момент как будто бы действительно то ли ее ослепило, то ли она резко почувствовала себя хуже. И вот эти вот реакции Дженни, конечно же, в какой-то степени связывают с новостями и скандалами, гремящими вокруг них в последнее время, что это может сказываться на ее психоэмоциональном здоровье, учитывая, что и до этого на Дженни достаточно много хейта сыпалось. Еще одна тема, мне кажется, ну супер абсурдная появилась, что якобы сама Лиса слила эти все фотографии, потому что якобы ей нравится Джи Дрэгон. И учитывая, что неофициально Дженни встречалась с ним какое-то время, то вот таким образом она поступила в отместку. Но я очень сильно, очень сильно сомневаюсь, учитывая те фотографии, те взаимодействия, которые замечают за девочками вне их рабочей деятельности. Просто фотографируют девчонок крепкие отношения, поэтому это, мне кажется, маловероятным. Вместе с тем, мальчишки BTS также активно продолжают контактировать с ребятами из Биг Бен. То появилась фотография нам Джуна с Теяном, то Джей Хум появился на одной из запубликованных фотографий Джу Дрэгона. Поэтому, мне кажется, артисты там между собой в своей кухне варятся, у них прекрасные отношения, а у нас все, что до нас долетает, это какие-то единичные моментики, на фоне которых рождаются огромные слухи, огромные скандалы. Да даже если мальчишки и девчонки между собой дружат и проводят вместе время, это совсем не означает, что это отношения. С другой стороны, если это отношения, ну и что тут такого? Но у меня в комментариях, естественно, очень много пришло людей со стороны поклонников разных шипарочек. И это видно просто элементарно, потому что, если вы не знаете, можно посмотреть, сколько комментариев тот или иной пользователь оставлял на вашем канале. И зачастую эти люди просто с первым комментарием появляются и пишут мне какие-то там длинные обоснования того, что хватит их там сватать, или хватит распространять эти новости, присмотритесь, вы что не видите по ранам, с кем себя Техен чувствует счастливым и все дела. Ну, короче, ребят, для меня, мне кажется, почва вот эта вот вся с якобы отношениями или неотношениями настолько несущественная на фоне того, что в мире происходит, на то, что, например, в моей личной жизни происходит, что это просто разговоры, знаете, как такие темы для нас, для рассуждения, для того, чтобы немножечко лучше понять, что кей-поп сейчас перестраивается и вот эта вот тема, где айдол принадлежит поклонникам, должна по чуть-чуть, по чуть-чуть уходить, сходить на нет, и люди должны свыкаться с той мыслью, что у айдолов личная жизнь может быть даже публичной, и на это нужно научиться реагировать нормально. Сюжет, в котором я озвучиваю спонсоров новостных выпусков, конкретно в этом выпуске прислали ребята свои донатики и свои сообщения, которые я хочу прочитать от Светланчика. Ты пишешь, когда ты делаешь что-то от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал, чтобы в твоей книге судеб как можно больше было счастья. Ребятушки, как обычно, мне хочется присваивать слова Светланы и транслировать всем вам, но мне кажется, настолько удачно все это сформулировать у меня не получится, поэтому, Светик, спасибо тебе большое за пожелание в мой адрес, хочется вернуть это тебе и всем остальным авиатам, кто смотрит новостные выпуски, да и вообще, кто остается рядом со мной, несмотря ни на что. Следующий донатик мне пришел от Труна, Труна, я не знаю, может быть Турана, как правильно произнести твой никнейм? Мне кажется, я вижу или читаю его впервые. Аречка, выздоравливай скорее, спасибо большое. И вот ты пишешь, спасибо большое за видео и труд, береги себя и близких. Сейчас так получается, что близкие берегут меня. Вот. И мне немножечко неудобно, но очень-очень приятно, и вы тоже заботитесь обо мне, поэтому спасибо, Саранхульки. Донатик пришел нереальный от Клавы. Клава, ты прислала мне много-много денювков. Написала, привет, Ари, ты супер, люблю тебя все больше и сильнее. Еду в Корее в октябре. Надеюсь попасть на концерт BTS. У меня есть друг, он снимался у Ичи и в Дорамах. Познакомить, и ты прислала свой телеграмм. Да ну не знакомить, это как-то неудобно, я как-то даже стесняюсь, все дела. Хотя, когда у меня, возможно, расширятся рубрики, будет прикольно взять интервью. Да, это клево. Мне очень жаль, что у меня прервались вот эти вот выпуски, коллаборации с артистами. Это связано с войной, как только все началось. 24 февраля я тут же сообщила продюсеру, который являлся связующим звеном между мной и артистами, что я не могу гарантировать выходы роликов. И поэтому пока что наше сотрудничество, наверное, стоит приостановить. Хотя на тот момент у нас шел задел, прекраснейший задел, с группой мальчишек Люминос. И вот так вот все оборвалось, потому что ситуация была неспокойная. И я знала, что я в любой момент могу сорваться с места и уехать, и подвести ребят, которые бы уже начали снимать свой материал для нашего совместного ролика. Но я рассчитываю, что все возобновится. Тебе конкретно желаю хорошо съездить в Южную Корею, попасть на концерт. У меня в телеграм-канале уже были сообщения, что кто-то не смог купить билет. Я надеюсь, что это было не ты, но в любом случае той тайвенок, который не смог купить билет ни на концерт BTS, ни на концерт Blackpink. Так расстроился, и мне так жаль, что такое происходит. Быва бы моя воля, я бы всех авиков собрала, и на все концерты индивидуальные, персональные, вот так вот. Нас бы водила, возила, летала. Но я думаю, что такое когда-нибудь обязательно произойдет, и об этом, как-то я говорила в своем видео, мотивация, которая выходила достаточно давно. И еще раз, Клав, большое тебе спасибо за такую поддержку. Желаю тебе большой-большой удачи там, чтобы ты запаслась целой кучей впечатлений от посещения Южной Кореи, вне зависимости от того, пойдешь ты на концерты или не пойдешь. Также Туяночка, ты прислала свой донатик, ничего не написала, отправляю тебе спасибо от меня. И, естественно, по традиции, сорванхулечки. Еще донатик пришел от Олечки. Достаточно много получилось вот сейчас в этом сюжете донатиков от вас, потому что у меня перерывчик получился. Олечка, ты написала, я точно знаю, все будет хорошо. Вот ты прям как и знала. Эти ваши донатики пришли до того, как я рассказала в своем новостном, ой, не новостном, наоборот, выпуске, что со мной происходит. Но все ваши слова, вот они настолько уместны, поэтому тоже спасибо большое за такую тебе поддержку. И вот Наталечка. Наталечка, ты прислала свой донатик после того, как я упомянула, что я все еще болею. Я тогда задыхалась в реакции, говорила, что сори, ребята, так получается, ну вот снимаю, хочу скорее снимать. И после этого, после этой реакции ты также мне в очередной раз прислала свою поддержку, написала, Аречка, здравствуй, приветик. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, терпения, пусть все будет хорошо. Поскорее знай, что у тебя есть все мы. Поскорее знай, что у тебя есть все мы. Что-то не то, я читаю. И ты в конце поставила мой любимый смайлик. Хотите сейчас, коротко скажу, вот те две реакции, где я так еще в розовой кофточке снимала, я их сняла как раз таки в ту злополучную пятницу днем. И да, я задыхалась во время съемок. Именно во время съемок я поняла, что мне не хватает воздуха для того, чтобы успеть все сказать. Сейчас я дышу уже нормально, все оки-доки. Но именно в тот вечер, в тот вечер у меня случилась моя первая паническая атака. К тому моменту я успела смонтировать один из роликов, одну из реакций. Но опубликовала я их уже спустя только несколько дней, когда мне по чуть-чуть стало становиться лучше. И все последующие реакции я уже снимала в состоянии более облегченным, потому что начала курс лечения. Так что вот, к сожалению, иногда бывает, что я снимаю реакции вовремя, а они выходят с обозданием. И то, что я там говорю, ребята, я болею, я может быть уже здорова. Или наоборот, говорю, ребята, у меня все хорошо, а можно быть на тот момент у меня уже все не очень, горожу, не награжу. Вот, поэтому спасибо большое, Натальечка, за твою поддержку. Спасибо всем Айвятам, кто поддержал этот выпуск. Я еще раз говорю, что вам очень благодарна. Ваша финансовая помощь для меня сейчас как никогда важна, если я хочу продолжать заниматься своими каналами. Вот, а теперь давайте вернемся к новостям. Хочу про Сон Хунчика поговорить, который вместе с Лунион из Айв достаточно долгое время является ведущим Мьюзик Бэнк. И по идее, там раз в год меняются ведущие, в этот раз как-то так вышло получилось, что БАМС появилось объявление о том, что Сон Хун снимается с должности ведущего, будет вести там кто-то другой, и естественно все-таки а что случилось, а почему его уволили. Более того, Сон Хун вышел на связь для того, чтобы успокоить поклонников, и во время прямой трансляции поделился, что, честно говоря, сам был в шоке, потому что узнал буквально за пять минут до того, как появились статьи в интернете о том, что он снимается с поста ведущего, но вместе с тем это связано как раз таки с активной загруженностью в данный момент Энхайпен, потому что они готовятся к мировому туру, и поэтому он будет слишком сильно занят, удручает только то, что артист узнает об этом в последний момент, знаете, как будто он какая-то пешка, которую можно вот так переставлять, абсолютно не считаясь с ним, не говорю спрашивать его мнение, а хотя бы как-то немножечко по-человечески. Я вижу, что Энхайпен сейчас очень активный везде и вся, меня это, конечно же, радует. Еще по Ваньон прокатили разговоры и обсуждения в различных сообществах и форумах, что она очень сильно похудела. Ходят разговоры о том, что она ходит до того, что кушала огурец в день, да, она и без того достаточно худая, но последние фотографии свидетельствуют о том, что ее худоба уже выглядит болезненной, естественно, покойники говорят оставьте ее в покое, хорошо она выглядит, но люди, в частности, не поклонники, которые просто могли любоваться внешностью Ваньон, любоваться ее живыми выступлениями или еще чем-то, говорят, что ранее она так красиво выглядела, а сейчас это на самом деле немножечко пугает. Она, конечно, хороша, но ей бы немножечко набрать вес. Это уже не первый раз, когда по поводу девочек и мальчиков тоже из-за вот такой достаточно сильной худобы люди начинают подозревать какие-либо заболевания или проблемы, связанные с питанием. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы это никак не сказывалось на их эмоционально-психическом здоровье. Возможно, это просто плотные графики или еще что-то. Короче, просто хочется, чтобы все были здоровенькие, не только артисты, но и не Тизины, которые зачастую пишут не очень хорошие отзывы из-за того, что у самих очень много стресса в жизни. Чуть-чуть немножко давайте остановимся вот в конце на мальчишках с Трэй Китс, потому что вышла статья на Билборд, которая оскорбила поклонников, точнее сказать, оскорбила мальчишек с Трэй Китс и оскорбились, естественно, поклонники и стали требовать извинений, правок и все остальное. Вообще, статья на Билборд вышла с чуть ли не лозунгом таким группа четвертого поколения Ки-Поп первая, которая попала на обложку и ей посвящена статья и, естественно, по большей мере она должна была быть сосредоточена на успехах и на достижениях Стрэй Китс, потому что ну не просто штак они появились там, но они взяли и упомянули некоторые моменты, которые как серпом, да, уже множество, множество раз мы обсуждали эту тему, когда поклонников Ки-Поп сводят до уровня исключительно детей и подростков и опять же, такая же ошибка наблюдается в этой статье. Плюс ко всему Хён Джин и та ситуация, которая гремела год уже, наверное, да, назад или, возможно, даже больше связанная с издевательствами или там с хулиганством в школе, они прям берут и в контексте обсуждения абсолютно не относящегося к этой теме характеризуют Хён Джина как человека, который брал перерыв и это было связано как раз таки с хулиганством и он там приносил извинения. Чего, простите, зачем вы, между прочим, об этом говорите, когда тема идет совсем о другом. Плюс ко всему туда же приплетают мальчишек BTS и упоминают то, что ребята BTS, у которых долго не было там отдыха и всего остального, сейчас ушли на групповой перерыв, чтобы сосредоточиться на сольной жизни, тем самым образовав некое пустое место, на которое сейчас могут на мировой арене претендовать там стрейкиц или другие группы, учитывая, что BTS с собой забирают около 30% мирового интереса культурой кей-поп и все такие, типа, зачем вы об этом пишете? Вы таким образом обижаете как BTS, так и стрейкиц, как поклонников одной группы, так и другой. Статья подсвечена успехом стрейкиц. Говорите о них, зачем вы говорите о BTS? Естественно, посыпались жалобы, стали просить изменить статью, подкорректировали немножечко тот пунктик, где говорится о Хён Джин, убрали там фразу про школьное хулиганство, просто обозначили, что он брал перерыв, но после глубочайших извинений там 3D3 дальше идет тема, то есть само это предложение, сам этот абзац, сама эта мысль, она не была посвящена тому самому событию, оно говорило совсем о других моментах рабочих, связанных с Хён Джином, с Пак Джиньоном, их продюсерам, создателям компании GVP, и вот эта врезка про эти споры, эти скандалы, она абсолютно неуместна, и даже сейчас ее не в полной мере подкорректировали, так что вот этот вот сам журнал, на который уже были открыты предзаказы, стал терять эти предзаказы, люди начали отказываться, по сути, быкотировать, и поэтому, по всей видимости, им как-то нужно будет что-то вот предпринять. Я хотела отдельно сказать за обложку. Ребят, возможно, я предвзято на нее глянула, на фотографии удачно получился Феликс, а остальные мальчишки, они как будто бы то ли изнеможденные, то ли выражение их лиц немножко не втуда, при том, что они все хорошенькие, все миленькие, я люблю такие достаточно четкие фотографии, но тем не менее, мне даже сама фотография обложки кажется этой эксклюзивной, недостаточно хороша, напишите мне, пожалуйста, что думаете по поводу этой публикации вы. Вместе с тем, в интернете появилась фотография, предположительно, сделанная совместно с Феликсом, Хёнджином и Дуа Липой, там какие-то у них события были связаны с презентацией нового аромата, это все происходило в Париже, и вот фоточка появилась, не знаю, насколько это мне кажется прикольно, меня больше впечатлила фотография совместная Бончана, Феликса и Джейка из Энхайпен, как вы знаете, все три парня австралийцы, то есть корейцы австралийского происхождения, ну в общем, да, то есть родом оттуда выросли там, и поэтому ранее на трансляции Бончан уже рассказывал, что имел возможность встретиться с Джейком и они очень коротко поговорили, но успели обменяться контактами и после этого в нем пробудились чувства заботиться о Джейке, учитывая, что у Бончана есть Феликс, у Феликса есть Бончан, да, то есть они такие, как земели, то Джейк, несмотря на то, что у него есть поддержка его группы, поклонников и всех остальных, возможно, немножечко более уютно будет себя чувствовать с ребятами, со своими земляками, поэтому у Бончана появилось то самое отцовское желание помогать ему и заботиться о нем, и вот некоторое время назад на Чусок, как вы знаете, этот праздник отмечают в Южной Корее, он считается семейным, многие возвращаются в свои семьи, проводят с ними время, но поскольку и у тех, и у других загруженные графики, тем не менее, эти, получается, собрались по-семейному, это были Феликс, Бончан, а также Джейк из Инхайпен, и еще один из комиков, если не ошибаюсь, тоже он имеет какое-то австралийское происхождение, получилась такая мини-семейная встреча у них на Чусок, и, естественно, поклонников это очень сильно порадовало. Напомню, что ребята сейчас готовятся опять же к своему возвращению, я уже видела трейлер, который вышел на Макси Дэн, жду ваших впечатлений, ваших ожиданий от того, что же в этот раз нам покажут ребята, потому что, мне кажется, они нам уже столько всего показали в своем творчестве, и каждый раз прыгать выше своей головы это достаточно тяжело. Вот и все, если я какие-то новости важные не упомянула, не обижайтесь на меня, пожалуйста, вы можете добавлять свои новости в комментариях, самое интересное и на тот момент, когда я буду снимать следующий выпуск актуально, я, возможно, доставлю выпуск, и не забывайте, что есть телеграм-канал, группа во ВКонтакте, они работают по перебоями, но я вся такая перебойная и непостоянная, надеюсь, надеюсь, что когда-нибудь это все заработает в полном объеме, что у меня появятся еще 30 рук, 30 голов, которые будут поспевать, делать все, что мне хочется, все, что я планирую, потому что порой я переоцениваю свои возможности, учитывая свое здоровье, я понимаю, что мне нужно как-то поумерить свой пыл и делать хорошо хотя бы одно вести в полной мере канал вот этот вот новостной и канал с реакциями, если не знаете, есть канал с реакциями, ссылочка будет в описании. Естественно, как обычно, благодарю всех авиак, кто поддерживает новостную рубрику, становятся спонсорами, всех, кто не забывает ставить большой пальчик вверх, писать свои отзывы в комментариях, общаться со мной на всякие разные темы, а на этом пока что все. С вами была Реран, люблю вас, целую, пока-пока-пока.